25 лет назад, 15 ноября 1988 года, космодром Байконур. На стартовом комплексе Исполинская конструкция. Старожилы космического порта, видавшие и мощную ракету «Протон», и гигантскую лунную царь-ракету «Н-1», не сразу понимают, что на их глазах вершится история. Подготовка к пуску шла секретно, но в момент старта жители города ракетчиков высыпают на крыши. Работали день и ночь, в круглые сутки работали. Не жалея ни себя, причем даже работали за идею, потому что было интересно. У нас никогда такого не было. Ну, союзы, прогресс — это одно дело. А тут на тебе самолет. Да еще какой. Сверхтяжелая ракета «Энергия» и корабль «Буран» — космический челнок. Наша космонавтика, да и вообще вся промышленность Советского Союза до этого не знала подобных проектов. Принимали участие десятки научно-исследовательских институтов, всяких предприятий, то есть где-то больше двух миллионов человек. Лучшие умы страны работали именно в этом направлении. Уже потом напечатают сборник технологий, разработанных специально для «Бурана». Улицы городов осветят желтоватые фонари, сделанные по бурановским разработкам. По технологии утепления, созданные для «Бурана», построят панельные дома. Удивительно, в них до сих пор живет полстраны и не знает об этом. В процессе создания этого летательного аппарата «Бурана» было придумано где-то около 300 новых технологий. В тот момент, казалось, никто не мог сказать, что «Буран» вернется на Землю без происшествий. Кроме тех, кто знал эту технику до «Винтика». Конструкторы и инженеры. Они настояли, чтобы еще на Земле были отработаны все системы и просчитана каждая секунда полета «Бурана». От руководства партии и промышленности был получен полный карт-бланш. И это дало свои результаты. Поэтому мы на первый пуск выходили совершенно уверенные в том, что будет 100% запуск. Испытательная база для энергии и «Бурана» по тем временам была чем-то необыкновенным. Огромные монтажно-испытательные комплексы высотой в сотню метров до сих пор возвышаются над казахской степью. И аналогов им по-прежнему нет. Тогда, четверть века назад, этот циклопический механизм работал как часы. Все шло к главному дню – пуску. День пуска – это было, я скажу это, на грани и романтики, и драматичности. 15 ноября 1988-го ракета с кораблем стояла на старте. Но небо будто не хотело пускать к себе это творение человечества. Нам пришло буквально перед самым пуском штормовое предупреждение со стороны Аральского моря. Пускать или не пускать? Американские шаттлы, первые космические челноки, в такой ненасти не стартуют. Ограничения по погоде. Система энергии «Буран» принципиально другая. Если «Спейс Шаттл» – это челнок с двумя ускорителями, которые после старта корабля падают в море, то «Энергия» и «Буран» – это отдельно ракета и корабль. Энергия сама по себе могла вывести на орбиту рекордный груз в 105 тонн. Это в пять раз больше, чем поднимает самый тяжелый российский носитель «Протон». Мы сейчас сделали международную станцию, каждый модуль – 22 тонны. А тут на полпорядка 105 тонн. Если бы эту станцию мы делали из модулей 100 тонны, то это был бы уже почти город. В то холодное ноябрьское утро было решено пускать. Двигатели ракеты выдавали рекордную тягу. Суммарная мощность энергии в переводе на понятную всем меру – 170 миллионов лошадиных сил. Вспышка и ракета с кораблем через несколько мгновений утонула в новейших свинцовых облаках. Сегодня в 6 часов московского времени в Советском Союзе осуществлен старт универсальной ракетно-космической транспортной системы «Энергия» с кораблем многоразового использования «Буран». Посадку «Бурана» ожидали через 205 минут после двух витков вокруг Земли. Полет проходил в полностью автоматическом режиме. Этот первый корабль вообще не был оборудован для полета космонавтов. Там даже не было систем жизнеобеспечения. А вот второй корабль уже полностью кардинально отличался от первого корабля тем, что он был начинен всеми системами жизнеобеспечения. На последнем изделии, то есть на последнем этапе мы туда даже воду питьевую залили для космонавтов, чтобы они пили. Второй корабль уже для пилотируемой миссии дожидался своего часа на космодроме. Очередной «Буран» должен был стартовать беспилотно, состыковаться с орбитальной станцией «Мир» и принять на борт двух космонавтов, которые посадили бы корабль на Землю. Но изделие «1.0.2. Буря», как именовалась эта машина в бумагах, до сих пор стоит в монтажно-испытательном комплексе на Байконуре. Справится ли техника с посадкой самолета в беспилотном режиме? На полной автоматизации полета настояли конструкторы «Бурана». С корабля даже убрали дополнительные двигатели для посадки. Создатели системы управления обещали «посадим, куда укажете». И вдруг корабль появился не с той стороны, откуда его ждали. Оказывается, что получив данные по метеоусловиям, корабль поменял направление своего захода на посадку и зашел не с западной стороны, где его ждали все, а зашел с восточной стороны, против ветра. Мы его ожидали где-то над горизонтом, что он зайдет. И вот поднимаю глаза, и такое ощущение, что он падает буквально на голову, потому что он шел из облаков, вывалился настолько вот круто, идя вниз, что первое было, ну все, сейчас вот разобьется. Ну, умничка, конечно, настолько красиво, настолько идеально. Вот выровнялся, плавненько-плавненько коснулся полосы. Штормовой ветер оказался Бурану нипочем. Интеллект, заложенный в машину, справился с непростой задачей. Отделился от осевой полосы где-то порядка на 80 сантиметров, не более. Для такого изделия и для таких условий, погодных условий, это колоссально точно. Эмоции душили, эмоции душили. И все рядом сели. Лопыгин, система управления, Айзмир, Лазин-Лазинский, они все рыдали. Вот такая была эмоция напряженная. От радости. На следующий день в монтажно-испытательном корпусе собрался митинг. Несколько тысяч человек, участвовавших в создании и запуске энергии с Бураном. В каждой пламенной речи готовность работать день и ночь. Ради второго полета уже с космонавтами. Корабль стоял на площадке огневых испытаний. Мы двигатели проверяли, и все. Значит, и мы, и ракета была готова. Однако судьба Бурана была решена еще до пуска. Грозное оружие для звездных войн создавали в противодействии американскому шаттлу. Но к моменту первого пуска советского корабля две сверхдержавы начали разоружаться. Одни союза были сочтены. Как раз Советский Союз уже рассыпаться начал. И просто было всем не до Бурана. Просто всем было не до него. Сегодня, когда челноки ушли на пенсию, Соединенные Штаты уже на частные деньги создают пилотируемый корабль «Дримчейзер», чем-то похожий на «Шаттл» и «Буран». Россия строит планы создания сверхтяжелой ракеты, которая, возможно, станет потомком той самой энергии. У нас амбициозные планы. И под эти амбициозные планы должны быть соответствующие возможности. Мощный ракетоноситель — это возможность реализовать то, чего еще нет. И я думаю, в этом плане, не то что думаю, я однозначно знаю, что в этом плане мы уже работаем и будем работать. И будем работать очень активно. Нужно создавать задел будущим поколениям. Работать только сегодняшним днем. Но, наверное, это было бы, мягко говоря, неправильно. Если однажды человеческий разум смог создать такой совершенный космический корабль, то ничто не мешает повторить это вновь. Главное — не забывать историю. Редактор субтитров А.Семкин